Приглашаю вас к разговору о кризисе середины жизни, так как его понимал Карл Густав Юнг. Юнг основал особую школу психоанализа, которую он сам называл аналитическая психология, и которая основана на теории архетипов. Сегодня предлагаю вам рассказ об архетипе персона, который управляет кризисом середины жизни. О других архетипах аниме-анимус, тень и самость обещаю сделать отдельные видео в будущем. Что же такого невероятного открыл для нас Карл Густав Юнг? Самое главное, он очень много всего изобрел, да, вот те понятия, которыми мы сегодня пользуемся, экстраверт-антроверт или там ассоциативное мышление, это все он изобрел и много всего другого. Вот основная его теория – это путь индивидуации, путь развития человеческой личности. Это его высказывание. Я не то, что со мной случилось, а то, чем я решил стать. Это то, что с человеком происходит, ну, как правило, начиная с середины жизни, условно, 40 лет, знаменитый кризис среднего возраста, сейчас еще поговорим об этом и дальше, человек, ну, предпринимает некие сознательные усилия, как правило, чтобы куда-то выйти. Зачем? Возникает вопрос. Ну, еще древнее есть высказывание, да, которое приписывают Сократу, опознай себя, и ты узнаешь богов. Наш внутренний мир, по идее, равен Вселенной. Если ты понимаешь его, то ты понимаешь и все остальное, да, ты понимаешь и устройство мира. Здесь картинка – это кадр из очень знакового в этом смысле фильма Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», который, если вы его не видели, или я всем очень советую посмотреть, именно это все на грани построено, да, потому что это такой процесс, который идет на грани сознания и подсознания, да. Очень многие вещи, ведь они несознательные, а именно подсознательно мы к ним приходим. Ну, никто никогда сознательно не приходит ни к открытию, ни к созданию какого-то значимого произведения художественного, ни к какому-то там крупному поступку. И это все вот комбинация взаимных вещей. Индивидуация как переход из примитивной личности к развитой, к совершенной. Примитивной личности – это совершенно не обидно, потому что мы все рождаемся в каком-то смысле примитивно. С точки зрения этой теории, смысл вообще рождения, смысл жизни именно в индивидуации. Мы для чего рождаемся? Мы рождаемся для того, чтобы прожить вот эту свою часть совершенно уникального опыта. Ну, и таким образом это какая-то капля, которая содействует обогащению Вселенной, тем не менее. Именно с этой стороны никто другой Вселенную не обогатит. Только вот я или вы тем, что мы прожили. Но для этого нужно совершать переход. Если вы помните, у масонов то же самое. Мы с вами обсуждали инициацию. Там начинается с того, что масон, когда вот это символическое его посвящение в храме масонском, берет молоток и он должен ударить по необработанному камню. Первое – деяние в сторону работы над собой. Этот необработанный камень – это и есть та самая примитивная личность. Это он сам, тот, который вошел в храм, из которого он должен выйти усовершенствован. В усовершенствованном виде. Апгрейд. Куда ведет апгрейд – это уже дело такое индивидуальное. Кого куда? В одну сторону, но это не соревнование. Это путь общий для всех. Если мы признаем, что есть реинкарнация, ну, допустим, мы признаем, что есть реинкарнация, ну, тогда можно себе представить, что душа совершенствуется из воплощения в воплощение. Если душа старая, она пройдет дальше. Для реинкарнации нет, конечно, хуже с логическим объяснением этого всего. Ну, ладно, будем считать, что есть. Значит, проходим мы по этому самому пути до образа совершенного человека. Сакральная фигура, звезда пятиконечная, в которую вписан витрувианский человек Леонардо да Винчи, круг, вписанный в квадрат, и символы человеческого совершенства, ну, как сказать, человеческого развития. Туда же у нас относится образ космического яйца, который может представлять собой как бы нас с вами, да, то есть мы вписаны вот в это вот самое яйцо внутрь. Современная эзотерика считает, что у человека есть семь тел. Вот физическое, наиболее тяжелое, видимое тело, потом вокруг эфирное, эмоциональное, ментальное. Эти четыре тела смертны. Физическое тело гниет очень быстро, эфирное и эмоционально распадаются на девятый день, ментальное на сороковой. Внутри вечных тела, кармическое тело, вот то, что здесь casual, да, обозначено, причинное, да, которое несет за собой, как бы, условно говоря, логическую выжимку нашего жизненного опыта. Но затем духовное тело и божественное тело, то есть та самая божественная искра. То, что Юнг назовет самость, скоро дойдем до этого, это очень важный архетип. Ну и все это дело у нас получается тоже как яйцо. То есть мы с вами в таком огромном яйце, которое нам не видимо. И в течение жизни, когда мы обрабатываем камень, который нам достался изначально, так или иначе, как-то он над собой работает. Да, когда мы говорим над собой работать, это не значит обязательно ходить к психологу. Это испытывать определенные жизненные коллизии, да, из них извлекать какие-то уроки, отношения с людьми завязывать, разрывать, обогащаться, что-то такое делать, что-то создавать. Это все-все-все индивидуация, все вместе, а далеко. Не только там одни какие-то психологические штуки. Штуки это часто обозначали еще как лабиринт. Вы видели, наверное, во многих средневековых соборах есть на полуете лабиринт, по которому паломники шли символически. Что же у нас происходит? Потому что Юнг это очень подробно все объяснил. На этом самом пути. На этом пути мы встречаемся с вами с архетипами. Архетипы – это тоже его личное открытие. Что такое архетип? Сейчас вот этот слов значит прототип, когда люди это говорят, или там какой-то изначальный пример. Вот это совсем не это в юнговской системе. Когда Юнг говорит архетип, он имеет в виду, он же еще изобрел, открыл коллективное бессознательное. То есть что бессознательное каждого из нас, оно как ручеек, впадает в такое огромное море. Коллективное бессознательное. Сначала представьте себе такую воронку. Наша личная бессознательная, потом повыше. Это бессознательное нашего рода, нашей семьи и рода. Мы туда вливаемся. Наш род вливается шире в нацию, потом нация вливается в человечество. Мы определенным образом принадлежим всем этим слоям. Там на уровне человеческого есть такие, если вы это выобразите как сетку, там будут узлы крупные, которые вбирают в себя опыт тысяч поколений, живших на Земле. И в какой-то момент нашего жизненного пути мы проходим через этот узел, это обычно вызывают серьезные кризисы. То есть это никакая не радость, встреча с этими архетипами, это испытание. Первый архетип, с которым мы встречаемся все в жизни, он называется в системе Юнга персона. Это тот интерфейс, который мы предъявляем миру. Мы когда разговариваем с миром, нам кажется, что вот мы говорим от себя, вот мы такие, какие есть. На самом деле нет. У нас есть ограниченная такая психическая сущность, посредством которой мы с миром коммуницируем, потому что наше внутреннее я, ну вот мир скрыто. Мы эту сущность, которую он называет персона, в общем делаем сами. Своими руками ее лепим. Из серии я его слепила, из того, что было. Из того, что вот мы получаем при рождении, да, из врожденных вещей, из приобретенных в детстве, из детских травм. Вот у нас получается такое нечто, мы сами его не очень хорошо осознаем, которое мы лепим. Этим вот живем. С вот этой вот персоной. На прекрасный день мы вдруг обнаруживаем, что есть разница между нашей персоной, вот этой, которая интерферирует с миром, и нашим глубинным ямом. Это все очень индивидуально, конечно, ну как правило, это происходит у нас в середине жизни. Человек обычно начинает видеть какие-то сны знаковые. Мне в этом возрасте начали сниться сны, как будто я встаю, это вот мой личный опыт, да, у закрытого окна или у закрытой двери. И выйти я не могу. Был такой навязчивый, вот меня преследовал. Изменение, вот необходимость изменения, оно как правило зреет. Это весь процесс, он описан уже давным-давно. Но самое лучшее описание кризиса среднего возраста, который тоже, кстати, открыл Йонг, это Данте. Божественная комедия Данте начинается со строк «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу». И, собственно, вот то, как он спускается в ад, потом проходит частилищ, и потом поднимается в рай, это очень, конечно, метафорическое, и описанное средневековым языком, 13 века, да. Но это и есть описание вот этого всего процесса, который, как правило, случается с каждым из нас. И проходить он может совершенно по-разному. Проходить он может тихо или буйно. Это зависит от чего. Это как бы второй подростковый возраст. Если мы в подростковом возрасте были буйные, то у нас есть шанс, что это может пройти относительно спокойно. Бывают вот такие конфигурации. Ну, как сказать, бывает, когда два раза буйные. И в подростковом возрасте буйные, и в 40 лет буйные. Когда я говорю в 40 лет буйные, это что значит? Что человек внезапно начинает видеть вот эту вот разницу между тем, вот как он живет, как он выглядит, и чем он на самом деле является. Потому что первую половину жизни, ну, как правило, люди, они работают над неким социальным капиталом. Ну, они хотят как-то позитивно продвигаться вперед, там, получают образование, строят что-то, там, получают профессию, семью заводят. В таком базовом варианте. Да, ну, может, конечно, и наоборот, они все отрицают, но как бы они тогда из этого отрицания делают некую систему. То есть в любом случае к 40 годам человек подходит к какой-то системе. И вот вдруг он, видите, смотрит на себя вверхло и понимает, что он там себя видит, ну, условно, вот как на этой картинке со спины. Он перестает понимать идентичность между собой и вот этой вот персоной. Ну, как бы нет его, да, может быть такое очень серьезное ощущение полной пустоты. С этим, конечно, жить совершенно невозможно. И это вызывает в жизни необходимость перемен. Это болезненный, конечно, процесс, потому что это персона, которую мы миру показываем. Это же не просто мы сделали из силиконовую такую масочку и носим ее. Нет, конечно, это все тоже сделано из каких-то наших переживаний и детских травм. Другое дело, что мы становимся с этим не согласны. Это же про человек просто может пугаться у него какие-то совершенно непонятные. Начинаются явления. И вот здесь как раз, скажем, тот же психолог, он может принести большой-большой вред. Он не понимает сущность этих процессов. Потому что человек что думает? Он думает, ну вот у меня там депрессия, да, и пойду-ка я к психологу. А психолог его начинает, ну если он глупый, да, их полно глупых. Начинает ему рассказывать, что ты чего, знаете, такая позитивная психология, у тебя все просто зашибись, все клево. И он себя вот таким образом накручивает. А если там ситуация хуже, то ему могут выписать еще таблетки, еще этих таблеток или с помощью позитивной психологии, которую просто, на мой взгляд, ну, я хочу сказать, что надо запретить, но вреда от нее много. Он вот туда откатывается, да, в это внешнее, даже больше, чем было. И вот все эти процессы, которые являются естественными процессами, трансформациями, и которые, собственно, и должны быть, они как бы замедляются и повисают совершенно в воздухе. Ничего хорошего из этого не происходит. Эти картинки, которые я вам показываю, как образы внешнего, это, кстати говоря, картинки с выставки Эльзы Скиапарелли, Скиапарелли, да, если по-французски, которые сейчас у нас в Париже проходят. Вот это такая роскошная совершенно дизайнер, одновременно с Шанель у нее карьера протекала, дружилась с реалистами, там, с Дали, и вот у нее много таких платьев и костюмов, переклички с этим. Я недавно на эту выставку ходила и решила, что хорошо будет это себе поставить. В общем, человека, когда вот туда сносит, да, то есть как бы он входит в отрицание этого процесса, и он в разное может убегать, в деньги, в золото, он может убегать в тело, отрицать свою душевную, духовную составляющую и совершенно зафиксироваться на теле. Вот видите, какие у Эльзы есть платья? Кости воспроизводят автоматизм, перфекционистский режим дня, например. Потом многие тоже, наверное, видели примеры, когда вот здоровый образ жизни в какой-то момент уже начинает показывать психическую болезнь. Потому что, конечно, хорошо здоровый образ жизни, я ни в коем случае ничего не хочу сказать, но какого-то предела, да, потому что, знаете, есть, например, компульсивно-обцессионный психоз, когда человек все время руки моет, да, ему вот кажется все время, что он грязный. Ну, то же самое с этими историями, что можно, есть, то нельзя. Оно является подменами. Это потому, что очень страшно глянуть в лицо этому архетипу персону, как я вам говорил, страшно. Выпадение в автоматизм, или, например, наоборот, супер, такая эксцентричность может быть у людей. Или эпатаж. Вот, например, Дали, друг этой Эльзиске Аперели, он-то как раз застрял вот на этом архетипе, да, он так никогда из него не вышел. Он что, развивался, что ли? Нет, конечно, он как эти усы свои все завел, так он до глубокой старости на этом и висел. Как вот он был в этих эпатажных символах, в какой-то момент он себя в них нашел, дальше он двигаться не хотел, ему как бы было в этом уютно. В общем, старость у него достаточно трагическая у него и у его жены Галя Дали, там на самом деле русская Елена Дьякона, они же плохо в старости между собой жили, хотя они сильно разбогатели, они, конечно, страшные были, хотя о этого открытия по поводу человеческого тела, вот это тело с выдвижными ясиками и прочее, собственно, это было как раз про это, но как бы вот дальше нет, вот не пережил он этой конфронтации с персоной. Венера с лобстером, а это вот платье Эльзы с таким же лобстером, да, вот туда же к этим сюрреалистическим образом относятся это все с той же выставки, вот эти вот браслеты, да, можно наоборот впасть в примитивизацию ближе к природе, вот, пожалуйста, все меховое, сюрреалисты делали меховые чашки, меховые ложки, весь сюрреализм на самом деле про это, как и, ну, не только сюрреализм, многие течения вообще 20-го века, и пуп-арт какой-нибудь, вот реализм, все про это, столкновение с персоной. Идея в том, что через некий травматический опыт, через, возможно, некоторые гипертрофированные образы себя, да, в этом возрасте может, как мы говорим, сносить крышу, носить туда-сюда, вот, через какие-то там, возможно, не совсем адекватные поступки человек проходит вот через этот энергетический коллективный узел и выходит из этого дела трансформированным с более реальным видением себя и мира. И даже это может длиться долго, много лет. Впечатление, которое от человека складывается, оно будет другое, чем до этого, без каких-то дополнительных усилий с его стороны. Да, человек как бы переворачивается наоборот. Как Даген говорил, я закрываю глаза для того, чтобы видеть, да, то есть это вот первое, что мы совершаем на своем пути, вот уход в себя именно через понимание истинной сущности своей внешней деятельности. Я показывала этот габелин, знаменитый дамы с единорогом в лекции по алхимии. И хочу напомнить, шестой габелин, там их целая серия из шести, дама с ларцом, с драгоценностями. Этот габелин называется «По моему единственному желанию». Дама у нее, видите, лев и единорог, как символы желаний внешнего мира. Очень спорят специалисты о том, что вот она берет из ларца драгоценности или она наоборот из себя снимает и в ларец кладет. А вопрос зачем? То есть либо она из себя снимает драгоценности и входит вот в этот шахтер внутренней трансформации, потому что это алхимический габелин, то есть это именно про это. На самом деле это не выдумка, это не современное прочтение. То есть она снимает из себя вот эти вот ставшие ненужными пирюльки и кладет их в ларец и заходит в шатер. Либо наоборот она из ларца берет вот эти вот новые как бы драгоценности духа, так скажем. По-всякому можно интерпретировать. Ладно, вышли, допустим, из этой передряги ужасной, из этой персоны, повзрослели, но это не все. Дальше хуже. Это не значит, что оно прям так должно быть выстроено друг за другом по возрасту в зависимости от особенностей жизни у пути каждого. Это могут быть какие-то отблески там и раньше и позже. Это все, так сказать, сложный личный лабиринт. Дальше нам с вами предстоит открыть архетип, который называется анимус и анима. А, я вот вам не сказала еще в начале, когда я говорила об архетипах, сейчас какие-то дурацкие классификации придумали, да, типа там вот у тебя такой архетип, а у меня такой архетип. Вот я видела в сети там якобы это юнг, это вообще никакое отношение. Архетип этого образа, этапа пути, по сути дела, который мы проходим, ни в коем случае не двоя какая-то постоянная характеристика. Дальше нам с вами предстоит познакомиться и с другими архетипами, прежде всего с божественными близнецами. Вот анимус и аниме, это соответственно анима это женская часть мужчины, а анимус это мужская часть женщины. Следите, пожалуйста, за нашими новыми выпусками, подписывайтесь на канал, до новых встреч!